Приветствую всех зрителей! В этом видосе буду делиться своими впечатлениями о появлении новой версии фирменного интерфейса MIUI 11 от компании Xiaomi. Это обновление прилетело ко мне месяц назад. У меня смартфон Redmi Note 7, так что я успел его протестировать. Скажу сразу, что изменения есть внутренние, которые скрытые и которые открытые и очевидны каждому обывателю, пользователю смартфона. В этом видео я буду делиться только теми изменения, которые коснулись лично меня и они могут кому-то понравиться, кому-то нет. Эти изменения вы заметите как обычный пользователь. Также есть очень много здесь изменений, которые затронули функции смартфонов или каких-то приложений, которые не так часто пользуются обычными обывателями. Они пользуются более какими-то профессиональными айтишниками или разработчиками или техноблогерами. Но изменения коснулись, изменения есть и есть довольно хорошие изменения в положительную сторону. Итак, что ж, давайте приступим и начнем. Самое первое изменение, которое мне довольно понравилось, когда вы ставите блокировку экрана и когда вы разблокируете свой смартфон, то более мягкий, плавный ход движения и анимация такая. Когда идет разблокировка, иконки на работе столе как анимируются, медленно появляются. Вот так, например, это смотрится. Видите, когда вы пользуетесь и часто им пользуетесь, то этой анимации не будет, потому что проходит мало времени его блокировки. Если он постоит на блокировке у вас примерно 30 минут и вы начнете его разблокировать пальцем, то эта анимация будет медленной. Но если вы пользуетесь разблокировкой по лицу, то эта анимация будет сразу. Сейчас я вам покажу. Оп! Заметили? Я просто на лицо направил камеру. И такое плавненькое изменение. Смотрите еще раз. Заметили? Какая идет красивая анимированная разблокировка рабочего стола. Оп! И все четко появляется. Когда вы свой смартфон блокируете через час его стояния на блокировке, то при пальце он сразу появляется. Когда часто, то нет смысла, он быстро. Оп! 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 Но по лицу он всегда блокируется вот таким вот образом, плавненько. Так. Оп! И все. Вот такое классное изменение. Так же поменялись настройки. Более такой шрифт поменялся. И расстояние между текстом. То есть оно стало более таким широким. Видно вам хорошо? И тоже ход движения более плавный. А, это вот. Смотрите. Видите? Очень плавное, прикольное движение. Мне оно нравится. Вот. Следующее изменение. Это у вас разные звуки природы, когда вы получаете сообщение или приходит какое-либо уведомление. Когда там будильник. Не, ну когда будильник это звук, который вы установите. А именно на сообщение и уведомление. Если вам телеграмм там приходит или какое-то подтверждение от гугл. Какие-то сообщения вот такие небольшие, знаете. Какие-то обычные телефонные сообщения. То различные звуки природы. Ну тоже такое интересное изменение. Так, что у нас еще? Когда вам звонят. Имя того, кто звонит, на черном фоне появляется. Раньше было на белом фоне. Сейчас на черном фоне. В общем-то, есть преимущество. Потому что, если возле вас стоит какой-то человек, и вам кто-то звонит. Этот человек не так быстро заметит, кто вам звонит на черном фоне. Не так быстро это заметно, как на белом фоне. То есть, ну в общем-то, я вижу здесь такое преимущество. Мне на черном фоне понравилось больше, чем было раньше, когда было на белом свете. Поэтому изменения довольно-таки хорошие. Также здесь можно в меню настройках в рабочем столе, это для тех, кому недостает иконок на рабочем столе, поставить сетку рабочего стола 5 иконок в ряд. Вот 4, 6. Видите, стоит сейчас 4, 6. Можно поставить и будет 5, 6. Это для тех, кому мало иконок на рабочем столе. Раньше такого не было. Раньше было по 4, сейчас везде можно поставить по 5. Мне, если честно, нравится 4. Я уже привык к 4. Иконки, во-первых, больше и не так их много. Все самое основное сразу видно на рабочем столе. Но кому понравится, безусловно, пользуйтесь и 5 иконками в ряд. То есть это вообще никаких проблем в этом нет. Также очень много добавилось различных тем и обоев. Вы можете очень тщательно все подробно исследовать, какая вам тема понравится, чтобы было комфортно пользоваться смарт-тоном. И вы получали от этого удовольствие. Различные темы, различные добавились обои. Ну, то есть, ну тут работы вам по выбору выше крыши. Поэтому выбор остается за вами. Ну, еще одно изменение, и это для тех, кто пользуется этой функцией, запись видео с экрана. Здесь довольно сильно расширились настройки, разрешение, качество видео, ориентация, источник звука. Ну, то есть, много изменений в записи экрана. Частота кадров раньше, хочу сказать, такого не было. Была просто запись и все. Вот это именно то изменение, которое более глубокое. Изменение в работе приложения и запись экрана. Ну, кто пользуется записью экрана? Ну, только тех на обзорщике. И те люди, которые снимают видео с телефона. Обычные пользователи этим не пользуются, поэтому нет смысла говорить о таких подобных приложениях. Вот такие, друзья, изменения. В общем-то, мне изменения понравились. Довольно все классно, прикольно. Особенно понравилась анимированная разблокировка экрана. Оп, и все. Ну, я не знаю, ну, красиво смотрится. Все, ребятки, спасибо за внимание. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, то оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, спасибо за просмотр и успехов.